Этой итоги дня мы продолжаем. Субсидии для сельского хозяйства не вошли в бюджет на ближайшие три года. Речь идет о сумме больше 36 миллиардов тенге. Эти деньги должны были пойти на развитие животноводства, но Минфин отказал Минсельхозу в заявке на субсидии. Причиной стала неэффективность господдержки. Мол, фермеры деньги берут, а результата нет. По словам вице-министра финансов Берика Шулпанкулова, обосновать необходимость этих денег Минсельхоз не смог. Поэтому пока вывод якобы в господдержке так сильно не нуждаются. Сенаторы недоумевают, как целую сферу можно оставить без субсидий и просят Минсельхоз активизироваться. Субсидии растут. Уже до 150 миллиардов она выросла. Это только выделяемые из бюджета, не считая местными исполнительными органами то, что в транспортах общего характера лежат. И мы говорим, сумма растет, но мы не против. Но мы говорим, давайте оценим, насколько эффективно на сегодняшний день получать ли субсидии расходуют эти средства. Достигаются ли те показатели, которые были направлены эти субсидии. Чтобы мы потом могли мониторить, вышли ли они на эти обязательства, которые обещали государству.